В столице Чувашии завершился 21-й международный балетный фестиваль. До протяжения пяти дней в Чебоксарах шли лучшие постановки. Жизель, Боедерка, Золушка, Спящая красавица. Накануне состоялся гала-концерт. Зрителям представили по-настоящему яркую программу. С героями фестиваля познакомился Дмитрий Ковалев. Это редчайшие фото. На стендах снимки первых постановок и копии старых афиш из театрального архива. Эту выставку приурочили к 50-летию Чувашского балета. Под знаком юбилея прошел и международный фестиваль. Ровно полвека назад в Чебоксарах образовалась профессиональная балетная труппа. Васильева Галина Сергеевна, народная артистка Чувашии. Первая же Зелина у нас танцевала. Это первый чувашский балет в Церпиде. Сейчас мы года четыре назад восстановили. Достаточно яркий такой балет. И пользуется тоже спросом. С аншлагом балетные постановки идут и 50 лет спустя. На галоконцерте международного фестиваля в театре яблоку негде было упасть. Зрительский интерес вполне объясним. На одной сцене они встречаются очень редко. Но галоконцерт Чебоксарах тот самый случай. В этом году сюда приехало немало звезд. Среди них солисты Большого и Малинского театра, а также артисты знаменитой труппы. Кремлевский балет. Базиль в Дон Кихоте, Бирбанта в Корсаре, Хазе в Кармен. За 20 лет на сцене он воплотил сотни ярких образов. Солист Большого театра Андрей Меркурьев в Чебоксарах долгожданный гость. Это действительно неповторимая хореография. Андрей Меркурьев и его коллега по цеху Диана Косарева исполнили адажио из балета Карменсюида. Вообще, признается заслуженный артист, выступать в регионах ему особенно приятно. Ведь свой творческий путь он и сам начинал в театре Республики Коми. Чувствуешь себя очень по-домашнему. Вот за это им большое спасибо. Вот реально. Во-первых, это для них, как и для нас, глоток свежего воздуха. Да, они видят сегодня своих артистов и гостей. И всегда интересно что-то увидеть новое. Коронным номером гала-концерта стал и фрагмент из постановки «Вальс». Его представили солисты легендарного кремлевского балета. Многие критики отметили, что дуэту Егора Матузова и японки Каики Саори удалось продемонстрировать не только хореографическое мастерство, но и яркую актерскую игру. Я считаю, русские балеты – это самый красивый балет. И поэтому я, собственно, до сих пор нахожусь в России и пытаюсь танцевать русские балеты. В этом году программа гала-концерта была насыщенной. Для зрителей подготовили не только классические номера, но и современные постановки. Гости говорят, что чубоксарские балеты и фестиваль стал значимым событием в культурной жизни республики. Я считаю, что это очень важное начинание. И я считаю, что все театры, несмотря на всякие сложности материальные и организационные, конечно, должны стараться сохранять эту традицию, потому что это возможности для артистов из центральных театров поучаствовать в других редакциях спектаклей, например, станцевать с другими артистами. Организаторам фестиваля и артистам глава республики вручил награды. Михаил Игнатьев говорит, что интерес к балету в регионе не угасает. И поддержка театра продолжится. Жители процесса глобализации не хотят терять вот это богатство, богатство народа Чувашии, богатство национального русского народа. В канун юбилея Чувашского балета театру вручили сертификат на благоустройство территории и закупку новых музыкальных инструментов. Пополнилась и картина и галерея. Теперь ее будет украшать и портрет основателя театра Бориса Маркова. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.